Здравствуйте, в эфире новости о главных окруженных событиях к этому часу. Больше тысячи югорчан завершили вакцинацию от ковида. Еще три тысячи получили первый компонент прививки. Расскажем, кто первым пришел в процедурные кабинеты. Жаркое начало года. В празднике в Югре по сравнению с прошлым годом удвоилось число пожаров. Уже больше полусотни. В Сургуте количество претендентов на пост главы города растет день ото дня. Новогодние каникулы подошли к концу. Сегодня большинство югорчан вернулись к работе. В этом году жители округа ожидают семь коротких трудовых недель и одна длинная. Первая рабочая шестидневка нас ждет в феврале. Нам предстоит работать с 15 по 20 февраля. Зато следующая неделя станет короткой. Мы будем отдыхать с 22 по 23 февраля, а работать оставшиеся три дня. В марте один выходной день добавится благодаря 8 марта, который выпадает на понедельник. В мае нас дважды ждут трехдневные выходные. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая. День России в этом году выпал на субботу. Так что выходные продлятся с субботы до понедельника включительно. Ну а самая короткая рабочая неделя выпадает на ноябрь. День народного единства югорчане будут отмечать с 4 по 7 ноября. Отмечу, 31 декабря официально объявлен выходным. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В новогодние праздники в ОКБ Хантамансийска родилось 45 детей. Из них 30 мальчиков и 15 девочек. Самой молодой маме 18 лет, самой опытной уже 47. Она ушла из родильного отделения с четвертым ребенком. Кроме того, две женщины пришли в окружную больницу, чтобы родить по пятому ребенку. Также в окружной столице в новогодние каникулы приняли две двойни. Коронавирус остается актуальной темой и в этом году. 196 новых случаев зарегистрировали в Югре. 43 человека заболели в Сургуте, 20 в Нефтьюганском районе. В Урае 16 положительных тестов. Новые случаи зарегистрировали еще в 17 городах и районах округа. На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 26 зафиксирована пневмония. За сутки на COVID-19 обследовали 3754 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,87. Как сообщает Депздрав, 91 пациент в тяжелом состоянии. 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались 6 человек. Вылечились 203 пациента. Более тысячи югорчан привились от коронавирусной инфекции за новогодние праздники. Поликлиники продолжали работать и во время каникул. Люди могли получить как первичную дозу, так и вторичный компонент. Напомню, прививку делают в два этапа с промежутком в три недели. На сегодняшний день 1030 жителей Югры завершили вакцинацию. В основном это медицинские работники. Еще 3080 человек пока получили только первый компонент. Сколько вартовчан решилось поставить прививку в первые дни Нового года, выясняла Елена Составова. Праздничный день в городской поликлинике немноголюдно. Исключение составляет процедурный кабинет. С раннего утра сюда идут учителя и воспитатели. Руку расслабляем, полностью ложим, полностью руку расслабляем, не померить иначе. В числе первых директор департамента образования города Инна Святченко, совсем недавно занявшая свой пост. До декабря она руководила одной из городских школ. Решение сделать прививку объясняет просто. Хочется показать пример коллегам. Многие соскучились по работе с детьми. И чем быстрее удастся справиться с пандемией, тем быстрее школы вернутся к привычному расписанию. Сообщалось в конце декабря с людьми, которые находятся на самоизоляции 65+. И они с восторгом готовы принять вот эту вакцину для того, чтобы вернуться в школу, для того, чтобы начать преподавать детям, глядя на них уже в реале, вживую. И, соответственно, вот первые дни январских праздников, они идут именно те, кто желал еще в декабре, кто заявлялся. И вот в том числе и я, когда еще работал в должности этой школы номер 40. В новогодние каникулы 75 педагогов получили первый компонент вакцины. За вторым, как и положено, они вернутся в поликлинику спустя три недели. К слову, хорошая новость для людей старше 60 лет. Им также разрешили вводить гам-ковид-вак. Этой возможностью в праздничные дни воспользовались 44 вартовчанина. Врачи, фельдшеры и медсестры первыми пришли на прививку. В период новогодних каникул как раз подошло время закрепить результат. Вторую дозу вакцины получили 162 медицинских работника. Сказать, что какие-то были особые реакции, а поствакцинальное осложнение я не могу, потому что у нас в течение этого срока никто не обращался. Значит, были легкие формы в виде небольшой температуры, ну и было небольшое покраснение в месте введения вакцины. Я сама лично получила, получается, 15-го числа прививку первую. Сегодня я сделала вторую. На очереди специалисты, активно действующие в зоне риска. Соцработники, водители общественного транспорта, волонтеры. Впрочем, сделать прививку может любой желающий. Для этого нужно позвонить в поликлинику и записаться. С этой недели начинается вакцинация жителей 22 муниципалитетов автономного округа. Всего в Югру поступило более 7 тысяч доз вакцины. Их уже распределили между медицинскими организациями городов и районов округа. Елена Составова, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Врачам Югры вручили патриаршие награды. Первыми в праздник Рождества их получили специалисты окружной клинической больницы «Хантамансийска». Митрополит «Хантамансийский» и «Сургутский» Павел наградил медиков медалями Русской Православной Церкви. Патриаршая благодарность за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Кроме того, награды получили медицинские работники Сургута. Вы несете это служение ближнему ответственно, серьезно и спасаете жизни многих и многих людей. Поэтому хотелось поблагодарить Вас за Ваш героический труд, труд для ближнего, действительно, евангельский труд. И пожелать Вам крепости, сил, здоровья, помощи Божией, чтобы Господь помогал. И в продолжении медицинской темы, врачи отделения травматологии «Хантамансийского» КБ отмечают, что эти новогодние каникулы были на редкость спокойными и обошлись без экстренных случаев. В отделении, начиная с 31 декабря, работали дежурные группы. Югорчане обращались в трампункт с растяжениями, ушибами и переломами в штатном режиме. Всего в праздничные дни в отделении приняли 612 пациентов. Из них 78 детей. В этом году сыграли свою роль морозы. То есть, все-таки с травмами обращались меньше. Люди не выходили на горках покататься. Ограничена была еще коронавирусная инфекция. То есть, посещение общественных мест. Возможно, из-за этого снижено было количество травм. Умеренность в праздновании Нового года отмечают и врачи Нижневартовской психоневрологической больницы. Специалисты опираясь не только на собственную статистику, но и на опыт коллег из других муниципалитетов округа. Прежде, в начале января больница госпитализировала до 30 пациентов в сутки. Три года назад показатель снизился вдвое и уверенно держится на одной отметке. Медицинские психологи опасались, что пандемия, самоизоляция и связанные с этим переживания могут спровоцировать всплеск нервных расстройств. Вопреки прогнозам этого не произошло. Хотя в 2021 году россияне отдыхали на три дня дольше, чем в прошлом. Количество обращений осталось прежним. А значит, статистические показатели снизились на несколько процентов. Все-таки употребление спиртных напитков в эти праздничные дни, на мой взгляд, становится более ритуальным, не систематическим и не главенствующим. Все-таки тенденция меняется. Несмотря на низкие температуры воздуха, которые были в течение праздников, люди, наверное, какую-то альтернативу все-таки находят. Просто ищут какие-то другие способы общения друг с другом. Новогодние каникулы были рабочими для экстренных служб. Пожарные, полиция, врачи оставались на посту. Усиленно в праздники трудились и преступники. Главными ударниками оказались мошенники. За первые дни года они выманили у доверчивых югорчан 5,5 миллионов рублей. Так, в окружной столице девушка на специализированном сайте заказала себе мужской стриптиз. Предварительно югорчанка перевела на указанный счет 80 тысяч рублей. Однако, приватного танца она так и не дождалась. Самым же распространенным способом обмана были звонки от лжесотрудников банков. Самый крупный ущерб зарегистрирован в Когалыме. 52-летняя женщина в период с декабря 2020 года по начало января 2021 года вложила более 2 миллионов 600 тысяч рублей в брокерскую компанию. В результате гражданка не смогла не только получить высокую прибыль, но и вернуть вложенные в пирамиду деньги. Как в Америке 30-х, сургутские полицейские при поддержке Росгвардии изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя. Егорским алкопоне оказался местный 48-летний житель. Взяли его с поличным, когда он пытался сбыть 8 тонн из своих запасов огненной воды. Еще 3 тонны обнаружились позже на складе. Теперь сургутскому бутлегеру грозит до 6 лет лишения свободы. Отмечу, в прошлом году в округе из незаконного оборота изъяли больше 2000 литров алкогольной продукции. В настоящее время следователями ОМВД России по городу Сургуту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. В Югре за сутки в авариях пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Так, на дороге Урай-Советский водитель, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу другой машине. В результате произошло столкновение. Виновник получил травмы. Всего за 24 часа произошло 3 аварии. Кроме того, за сутки инспекторы остановили на дорогах региона 11 пьяных водителей. Еще 17 оштрафовали за выезд на встречку. Что касается новогодних праздников, то с 1 по 10 января в Югре случилось 30 ДТП. Два человека погибли и 50 получили травмы. Среди пострадавших трое детей. Несмотря на морозы, новогодние праздники стали жаркими для югорских спасателей. С начала года в округе зарегистрировали больше сотни пожаров. Это практически в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. В общей сложности от огня пострадали 65 жилых домов и квартир, а еще сгорели 33 автомобиля. Подробности в нашем следующем сюжете. 1 января клубы дыма поднялись в ночное небо над Сургутом. Поздно вечером на улице Нагорной загорелся частный дом на два хозяина. В этот момент внутри его горящей части находилось три человека. Все они успели выбежать из здания. Только один получил незначительные травмы. Во второй части дома трехэтажной постройки находилась семья с двумя детьми. Они также благополучно эвакуировались. Пожарным понадобилось больше часа, чтобы утихомирить открытое пламя. Впрочем, в самом крупном муниципалитете округа горели не только дома, но и машины. Так, возле многоквартирника на набережном проспекте вспыхнул китайский внедорожник. А на проспекте Мира загорелся автомобиль отечественного производства. Сбить пламя спасатели пытались водой. Но это не помогло. На место ЧП прибыла еще одна пожарная машина. В итоге Ладу потушили пеной. А это уже Хантамансийск. Здесь 7 января возле трансагентства горел междугородний микроавтобус. Он прибыл из Советского. На любительских кадрах видно, как полыхает кабина водителя. Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 10 часов 11 минут. А уже через 6 минут на место прибыл пожарный расчет. Потушить огонь удалось сразу. Обошлось без пострадавших. На момент возгорания в салоне микроавтобуса пассажиров не было. Что касается автотранспорта, здесь тоже вопрос именно к системам обогрева. То есть, опять же, это должно быть заводское изготовление. Установлено в соответствующих сервисных центрах, где этим занимаются действительно специалисты, а не кустарным способом. Ну и необходимо, естественно, все это периодически проверять. За первые 10 дней спасатели совершили почти 2000 вызовов. Пожарным удалось спасти двух человек и еще 11 эвакуировать. Один человек погиб. В домах и квартирах чаще всего ЧП происходило из-за неправильной эксплуатации электроприборов и печей. Также югорчане пострадали от неосторожного обращения с огнем и пиротехникой. Наталья Акст, окружная телерадиокомпания «Югра». До конца подачи заявок на кресло главы Сургута остается один день. За месяц с начала политической гонки в Думу города поступило свыше полусотни заявок. Это абсолютный рекорд за всю историю Сургута. На пост мэра претендуют нефтяники, риэлторы, таксисты, журналисты, выдвиженцы от различных политических партий и даже безработные. Внимание к своей программе все привлекают по-разному. Есть такие, кто появлялся в сводках криминальных новостей из-за драки. Были кандидаты, которые подошли к компании творчески и зачитали рэп о будущем города. Напомню, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов сложил себе полномочия в декабре, после чего перешел работать в правительство региона. Выбрать градоначальника комиссии предстоит до 18 января. Ее состав уже утвержден. Это 8 человек, в числе которых заместитель губернатора «Югра» Алексей Шепилов, вице-спикер окружной думы Александр Сальников, а также местные парламентарии и представители различных профессиональных сообществ. Это должен быть профессионал, это должен быть энергичный человек, готовый завалить на себя ту огромную-огромную тяжесть, груз ответственности, который будет стоять перед главой города Сургута. Не бояться проблем, уметь и знать методы решения этих проблем. Сегодня отмечают День заповедников и национальных парков России. В Югре 24 особо охраняемых природных территорий, 5 из них федерального значения. Один из самых известных парков Югры – Самаровский чугас. В эту субботу отметит свое 20-летие. Парк не имеет аналогов в России, потому что половину его территории – 3300 гектаров – занимает Ханты-Мансийск. Что, конечно же, добавляет забот администрации Самаровского чугаса, которая старается сохранить более тысячи видов животных и растений парка. Более 200 из которых – краснокнижные. Главная угроза – это жители и гости города, загрязняющие и вытаптывающие территорию. Удивительно, но только в середине прошлого года парк был поставлен на кадастровый учет и, наконец, получил четко обозначенные границы. А в декабре было подписано соглашение о сотрудничестве между парком и администрацией окружной столицы. Теперь сотрудники парка рассчитывают, что это поможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Лучше говорить о том, как, каким образом все-таки организовать тропы, обеспечить контроль за состоянием. Закрыть только те тропы и те места, которые требуют восстановления. То есть там уже неизбежно нужно просто выжжено, вытоптано уже полностью и перенести в другие места, то есть разработать для этого другие площадки. Бежать, чтобы помочь. Экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников устроил благотворительный забег. Главная цель которого привлечь внимание и спасти мальчика. Дело в том, что у двухлетнего малыша Костя Гипалова спинально-мышечная атрофия. Для спасения необходимо дорогостоящее лечение, а именно укол золгенсма. Стоит он около 180 миллионов рублей. На данный момент нужно собрать еще 160 миллионов, но на это всего два месяца. Известный боксер, несмотря на 30-ти градусный мороз, вышел на пробежку и пробежал от Березова до Игрима. А это около 30 километров. Этим вызовом природе Руслан Проводников привлек внимание многих беговых клубов не только Югры, но и России. Я уверен, что мои друзья, мои последователи подхватят эту эстафету, сделают репосты и добегут за меня. Друзья, давайте все вместе понемножечку, смиру по ниточке, по километрику добежим и поможем. Пока большинство югорчан отдыхали дома, экстремалы отправились в путешествие. Причем необычное. Накануне закончился автоматопробег по Югре-Ямалу, север-близко. Его организовало региональное отделение Русского географического общества. Начальной и финальной точкой маршрута стал Нижневартовск. За семь дней участники проехали больше трех с половиной тысяч километров, почти восемь сотен по зимним дорогам. Цель пробега показать, что суровая зима не помеха для путешествий по северным регионам. Самым главным препятствием на пути стал мороз. Временами столбик термометра опускался до минус 43 градусов. Первым в колонии из пяти внедорожников был мотоцикл с коляской под управлением Антона Бахарева. Все-таки север-близко. Пожалуйста, можно собраться зимой и на любом виде транспорта по дорогам общественного пользования, по муниципальным зимникам проехать в интересующие вас места, города, посетить интересные места, что-то для себя подчеркнуть новое, что-то увидеть интересное. Так что пробуйте, дерзайте. Югорские гонщики вернулись из Тюмени с медалями. Накануне на озере Алибашево завершились первые учебные тренировочные сборы по автоспорту. Среди пилотов, которые решили показать свое мастерство на ледовой трассе, были в Артавчане Максим Удовенко, Роман Клюев и Виктор Карпунин. Всего за звание лучших гонщиков боролись 20 человек. Это представители Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Кургана, Нового Уренгоя и Нижневартовска. Так, Максим Удовенко обогнал соперника из Кургана и выиграл золото. А Роман Клюев вырвал бронзу у тюменского пилота. Виктор Карпунин остановился на 14-й позиции. Впереди у югорчан второй этап состязаний. Он также пройдет в Тюмени. А 30 января гонщики из Нижневартовска планируют выступить на этапе Кубка России в Кургане. Хоккейный клуб «Югр» обновил свой рекорд по количеству побед подряд. Накануне подопечные Вадима Епанчинцева завершили первую домашнюю серию в этом году. Она состояла из трех матчей. Последним соперником югорчан была команда «Ермак». Хозяева льда активно начали встречу. И на четвертой минуте усилиями Кирилла Пилипенко вышли вперед. Во втором периоде гости быстро отыгрались, но нападающий «Югры» Никита Тертышный был против равенства счета на табло и вновь вывел команду вперед. В заключительном игровом отрезке соперники еще по разу менялись шайбами. В итоге «Югра» оказалась сильнее. 3-2. Наша команда обновила свой рекорд по количеству побед подряд. Их ровно 16. Сейчас «Зелено-сине-белое» готовится к выездной серии игр. Соперник много не позволял. Но самое главное победили. И сейчас есть время передохнуть, подготовиться к серьезному выезду. Потому что есть ротация состава, посмотрим. То есть самое главное сейчас именно восстановиться и готовиться к выезду. Молодежка также порадовала болельщиков победой. «Мамонты-Югры» сейчас находятся в Тюмени. Накануне «Югорчане» сыграли первую игру против «Тюменского легиона». Обе команды порадовали болельщиков большим количеством заброшенных шайб. Начало голевой феерии положил Иван Воробьев. На седьмой минуте первого периода он вывел «Мамонтов» вперед. Хозяева быстро вернулись в игру и спустя пять минут склонили чашу весов на свою сторону. Во втором игровом отрезке команды смогли еще по разу распечатать ворота друг друга. Тюменский легион был в лидерах до середины третьего периода. За восемь минут до конца игры Иван Воробьев оформил дубль и сравнял счет на табло. Больше в игровое время заброшенных шайб не было. Судьбу встречи решали в серии буллитов. Там точный бросок Арсения Варлакова принес «Мамонтам» победу в непростой игре. На этом у меня все. Всего доброго. Увидимся в эфире. Продолжение следует...